Инфляция вновь бьет рекорды в мире. Эксперты прогнозируют, что показатели будут только расти. В Европе это обусловлено в основном ростом цен на энергоносители и падением валюты. Подробности в международном обзоре. Годовая инфляция в США перешагнула 9% на рубеж. Потребительские цены не росли так быстро с декабря 1981 года. Ожидается, что на заседании в конце месяца Федеральная резервная система страны продолжит ужесточать кредитно-денежную политику и повысит ставку как минимум на 50 пунктов. Это затронет не только местные финансовые организации, но и мировые системы, а также цены на нефть. В соседней Канаде инфляция может подняться выше 8% уже на следующей неделе. Это близко к максимуму за 4 десятилетия. Прогнозы озвучили в Центробанке страны. Правительство заявило, что значительный вклад в ситуацию внес российско-украинский конфликт. Но экономисты считают, роль сыграли и другие факторы, включая пандемию и нарушение цепочек поставок. Основную тяжесть инфляции понесут люди с низкими зарплатами. Те, кто живет на фиксированные доходы и пенсионеры. Их доход вряд ли будет скорректирован с учетом инфляции. Небывалых размеров достигла инфляция в Турции. Выше 80%. Дорожает все. От продуктов питания до жилья. Отражается это и на туризме. В этом году путешественники из других стран тратят на отдых гораздо больше, чем в прошлом. Туры подорожали как минимум на треть. Цены кусаются во всех регионах. В прежние времена даже кухонные принадлежности стоили раза в три дешевле, чем сейчас. Сложность в том, что с ростом цен уменьшается товарооборот. Люди покупают меньше теперь, а у нас наоборот. Растут расходы и получается замкнутый круг. Страдает Европа. В июне инфляция в регионе выросла до максимума за всю историю подсчетов. Сильнее всего в странах Балтии. В Эстонии рост цен в годовом сравнении был самым быстрым в зоне евро и составил 22%. За ней следуют Литва и Латвия. Там ситуация лучше на несколько пунктов. Для сравнения, в Италии инфляция на уровне 8,5%. Устойчивый рост цен в регионе вызван главным образом подорожанием энергоносителей. Инфляция в Европе, скорее всего, продолжит рост. Евро слабеет. И впервые за 20 лет он торгуется дешевле доллара. В отчете Всеобщей конфедерации итальянской промышленности сказано, что более слабая валюта может помочь развитию экспорта, но одновременно повысить цены на импортные товары. В документе также прогнозируется практически нулевой рост экономики в еврозоне в ближайшие месяцы. Аналитики инвестиционной компании Allianz Global Investors считают, в краткосрочной перспективе доллар продолжит обгонять евро, хотя и более медленными темпами. Новосибирск 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 Продолжение следует...